Всем привет, друзья! Это, конечно, не 23 февраля уже, и я, короче, купил себе подарок на 23 февраля, и он только сейчас пришёл, и поэтому я хочу вам его показать. Я давно о нём мечтал, я долго копил на него, и я давно люблю-люблю эти вещи, короче, у меня просто скрытая мания. Я не всегда ношу эти вещи, но я их очень обожаю, и сейчас я покажу, о чём я говорю. Вы догадались, что это? Какие же они красивые! И, как я и сказал, у меня скрытая страсть к часам. Они настолько круто выглядят, что это пипец. Видите, все застёжечки, они сделаны как, ну, профессионально, то есть фирменные, везде логотипчики, очень круто всё такое позолоченное, оформление, обрамление. Застёгивается необычно, не как обычные часы, а вот так как-то, бам, и вот так вот выглядят просто по-царски. А когда-то я такого себе позволить вообще не мог, я даже думать об этом не мог, потому что все мысли уходили на то, как бы не умереть с голоду, как бы купить-покушать, как бы рассчитать доход на месячный, короче, вот этот колораж, чтобы кушать нормально, ещё тренироваться и так далее. Было сложно, ребята, было сложно, но ежедневная работа окупается, и если вы будете работать каждый день, то у вас всё получится. На самом деле я с самого детства хотел быть кем-то таким популярным, каким-нибудь актёром, сниматься в каких-нибудь фильмах, там, боевиках, ну, короче, быть на экране. Но, так как у нас в Эстонии это практически невозможно, ну, у нас слабо развит кинематограф, слабо развит, поэтому, как бы, тут не особо кайфованно развиваться в этом направлении. И особенно это очень много денег стоит. Поэтому самое выгодное, очень рад, что появился Ютуб, и в Ютубе может каждый из нас, каждый из вас, каждый из меня, каждый из меня может проявить себя, проявить свои способности. Если вы умеете петь, снимайте песни, и, возможно, вас позовут куда-нибудь там на голос, либо куда-то там ещё, либо Тимати, как он Егора Крида пригласит, будете в его банде там состоять, будете петь круто там, не знаю, либо футболист, показывайте свои скиллы, там, может, вы лучше играете, чем Рональдо. И тогда вы будете играть в Реал Мадриде вместе с Рональдо. Поэтому, друзья, если у вас что-то есть, какие-то скрытые способности, либо способности, о которых вы уже знаете, то вы должны воплощать их, развивать их, и должны внедрять их в Ютуб, потому что в Ютубе сейчас очень много кала, и это надо, наоборот, выметать, и более-более-более полезного материала туда нужно закладывать. Сейчас мы пойдём с Саньком в зал, поснимаем что-нибудь интересное. Я заниматься сегодня не буду, потому что мне нужно, чтобы либо завтра, либо послезавтра, завтра суббота, а послезавтра воскресенье, мне нужно, чтобы мышцы полностью восстановились, и чтобы я показал 35 раз подтягиваний. То есть за один подход довольно чистые подтягивания должны быть, и мне нужно их кровь из носа сделать, потому что я вам обещал. Поэтому надо, чтобы все мышцы восстановились, чтобы они не были забиты, а у меня сейчас немножко плечи ещё побаливают, но уже проходят, я думаю, завтра мы это оформим. Вот вам и широчайшие. Видите, где они крепятся? А у некоторых они прямо вот тут внизу крепятся. Перед тренировкой я обычно пью гейнер от MyProtein. Довольно хорошая штука, я считаю, что он помогает набирать массу, поэтому все, у кого не растёт масса, попробуйте купить его, попейте, хуже не станет, месяцок хотя бы. Я купил 5 килограмм, поэтому мне ещё хватит, наверное, на пару месяцев, не знаю, посмотрим. Многие могут сказать, что у MyProtein очень большие цены, я с вами соглашусь отчасти, но прикол в том, что у них очень часто скидки до 60%, плюс ещё к 60%, ещё 25% скидки, поэтому там можно отхватить настолько дёшево, что вы даже не представляете. Многие спрашивают, зачем ты работаешь учителем в школе, у тебя же 200 тысяч на канале. Но на это есть три причины, ребят. Первая причина – это стаж, рабочий стаж, потому что вдруг накроется YouTube, и все блогеры просто улетят. Это, конечно, сложно сказать, найдётся другая платформа какая-то, но всё равно. Вдруг это всё закроется, я смогу работать, потому что у меня будет стаж. Вторая причина – это потому что мне не надо ходить на биржу. Если я не буду работать, то мне придётся каждый месяц ходить на биржу как безработный, да, там заполнять, постоянно работу новую искать, зачем мне это нужно. Третье. Третье – это чтобы не забыть английский язык, так как я хочу знать его, он нужен везде, во всём мире. В нашей стране тоже нужен английский язык, и лучше его знать, и лучше его не забывать, я вам так скажу. Именно поэтому я работаю учителем, чтобы не забывать английский язык. Привет, братичка, брат мой, дорогой. Чё, готов атаковать? Сразу переоделся в спортивный. Чё, с голосом? Не проходит ещё ничего. Почему? Я не знаю. Я пью, блин, тёпое молоко с мёдом целыми днями. Конечно. Я же молоко вот так, кстати. Я ему предлагал пиваса горячего накатить. У нас, короче, там в секте наших училок, училки говорят, у них часто голос тоже пропадает. Они просто алкажки, на самом деле. Они припучивают после работы такие, на самом деле, Артуру лепят, что они голос лепят. И они реально советуют вот разогревать пивас до такой прям прогречи, знаешь, выпиваешь. Он очень противный, но это помогает, они 100%. Да, знаешь, сколько таких в ночной клуб приходит, которые тоже лечатся. Какой интересный перекрёсток. Какой интересный вид. Просто пипец интересный вид. У нас тут очень часто аварии происходят на этом перекрёстке. Наверное, каждую неделю разбиваются тут. Машина чё-то наобманывает, так сказать. Блин, было сейчас 85-ка, но я сейчас уже 84-ка. Пришли на тренировку, короче, тренем просто hard work, блин. А с жизнью общаемся. Хорошо. Нет, ты просто, понимаешь, я тренирую такую позу. Знаешь, ты типа с девушкой приезжаешь в бутылку. Красиво надо лежать. Ты тренируешь эту позу. Лежишь так 20 часа, ждешь. Говно какое-то. Ну, как мы и говорили, без камеры мы стоим по 5 минут. Да, Саня? У нас первые попытки переднего веса. Очень хочу научиться этот элемент. Смотрим, как будет получаться. Будем тренировать теперь хотя бы 2 раза в неделю. Поехали. Поехали. Какой сайя? Отдай. Долбанная стойка. Какой закатик прикольный, там всегда прикольные закаты. Самая бесполезная тренировка сегодня была, потому что ни у Сани, ни у меня нет тренировки, да? Мы просто ехали в контейнер, смотрим. Я немножко лезть, не вижу себя. Самое тупое, потому что все широчайше прикрепляется вокруг. А у некоторых вот тут вообще хреновый, поэтому у меня такие маленькие тяжести. Ну тебе все равно, тебе нужно ширину надевать, да? Ширины нет, надо развивать ширину. А тренили, короче, идем массу набирать. Сейчас по шаурме просто, с теплым пивасиком, в удочке пару стопочек на это мы шутим, короче. Не обращаюсь. Ну, Саня не шутится, он сейчас накатит. Я зожник чистый. Да-да-да. Знаете, водку с перцем такой, говорит, давай по водке с перцем, в итоге водку без перца уже, смотри, его у ребят. Да я просто Саня говорю, давай голос лечи, надо пиваса горячего накатить, помогает. Спаивает меня. Да он такой, не-не, я все больше не пью, я такой, знаю, знаю я тебя. Короче, ребят, история, слушаем, реальная история. В девятом классе я занимался в зале и начал делать разводки с гантелями на грудь. И вот взял очень легкие веса такие, силы много было вначале. Я думал, что-то как-то не осилю, вот, еще слабоватый тогда был. Вот, и что-то как-то со всей дури как фиганул себе по пальцам гантелями. Сил много было изначально? Я учерачил вот так, и мне вот этим попало вот сюда по пальцу, именно вот так. И я его просто разломал, в открытый перелом ушел. Это было жестко. И сломал вот этот мизинчик, он до сих пор вон кривой, нормально не сросся, весь как бревно кривое. Вот, очень больно было, это был открытый перелом, сразу же кровь полилась такая. Палец распухал до таких размеров, там, наверное, раз в пять больше был, чем большой палец. И там, типа, тренер у нас есть такой в зале, ну, типа, он там ходит, ремонтирует всякую фигню. Ну, и типа, тренер помогает, новичкам так бы там подходит за попу, пощупает. Пацанов. Пацанов, да. Вот. И, короче, он такой, пойдем, пойдем ко мне в коморку. Типа, пойдем, пойдем ко мне в коморку. Я тебе там холодного приложу. Ну, пришли такие. Че ты ржешь? Холодного приложу. Пришли такие. Он такой говорит, да все нормально, все нормально. Завтра уже придешь, будешь тренить, там, будешь штангу поднимать, все отлично будет. А у меня из пальца кровь брищет, короче, фиолетовый палец и толщиной вот такой просто. Ну, и в итоге потом я поехал в травмопункт, приезжая в травмопункт, я сидел там 3 часа, ешкин карась. Я там чуть не умер от боли, пока мне просто замотали, как бы пока я ждал, мне замотали там, как его называют, бинтом. Вот, я сидел, ждал. И там проходили всякие люди, у кого в глаз там шкурка попала железная, у кого еще чего. А я сидел такой, ждал 3 часа. Представьте, 3 часа с сломанным пальцем, из которого кровяга течет, и у которого кость торчит. Вот, это было жестко вообще. И в итоге я потом в школе не писал, это единственное счастье было. Потому что мизинец, а мне больно было, как бы, опираться им на стол, и я поэтому не писал, где-то, наверное, месяц, может, полтора. Вот такая вот история. Тебе понравилась история? Ну, я ее уже слышал, пацаны, как бы, не буду врать, но интересная история. Интересная история. Я в шоке был, как надо быть таким криворуким, чтобы в зале сломать палец. Да, да, это было жестко. И я не знаю, если кто-то из вас пальцы ломал в зале, напишите в комментариях, потому что кроме себя я никого такого не видел. Мы идем в шаварму. Шаварма. Четенько помещение тут красивое, смотрите. Смотрите, что у меня есть на вас. Ходный контент. Отличный контент. Какой-то красавчик. Короче, шаурма 9,20, да? Шаурма и квас стоят 9,20. 8 мм. Квас. 9,20. Неханый квас. Умножьте на 79,20. Умножить на 70 равно 644 рубля. Офигеть. Это зарплата кого-то за день. На самом деле для нас это тоже много, но нам выбора просто не было. С такими часами надо дорого жрать. Просто хочется кушать, ребята. Да. Я вообще ночами работаю, я кушать хочу. Кушать хочу, азивай, азивай, шаурмы. Как думаете, съедим столько? Это как два батона, блин. За Саней просто невозможно успеть. У меня еще целая половина, и он еще выпало. А он уже почти две штуки схавал. Ну, просто от одной, от одной просто наедаешься в хлам. А две тут, я не знаю, для Кирилла Сарыфьева, наверное, еда, отвечают. Короче, все, я слился. Полтора батона только зашло. Саня почти все съел. Я съел, шоу. Это очень жестко, это очень жестко, прям. Не надо шоу. Тут калорий, наверное, ну полторы тысячи по-любому есть. Потому что я так наелся, что это жесть. Ну ты красава, я все схавал. Все, ребят, вышли мы из этого ужасного заведения. Мы так нажрались, что прям вливать хочется дико. Прямо это уже до отказа. Я так и не смог доесть. У меня половина этой буханки осталась. Прямо очень много калорий там, я думаю, что прям не вывезти, нереально. Сюда реально Сарычева привезти. Мне кажется, вот это он, ну, в самый раз ему будет вот такая вот доза. Можно дозой назвать калорийной. А так, друзья, спасибо большое за внимание. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк этому видосу. И напишите в комментариях, понравилась ли вам сегодняшняя история. Пока.